Являются ли консервированные фрукты полезными? Консервные банки запаивались с использованием свинца, так что люди, не представляющие жизни без консервов, рисковали умереть от отравления свинцом. К счастью, это больше не является проблемой в Соединенных Штатах. Загрязнение свинцом на самом деле является одним из главных приоритетов управления по контролю за качеством пищевых продуктов. С самых первых этапов становления от организации в 1906 году. Это здорово, что газеты теперь имеют интернет-архивы, так что мы можем прочитать о знаменательных исторических событиях, например, о таких как эта новость. Управление по контролю за качеством пищевых продуктов предлагает запретить консервы, при изготовлении которых использовался свинец, вышедшие в 1993 году. Этот запрет вступил в силу в 1995 году. Очевидно, это было сложно, так как припой свинца был устоявшимся соединением в качестве разрешенного вещества, используемого в этих целях. Теперь, когда свинец исчез, стали ли консервированные продукты полезными? Это в первую очередь зависит от того, что в банке. Если это спам Дэнди, то я лучше промолчу. Давайте поговорим о консервах беспристрастно. Настолько ли всё так плохо? А как насчёт консервированных фруктов? Мы знаем, что употребление фруктов и овощей может защитить нас от смерти, от сердечно-сосудистых заболеваний, а когда речь идёт о предотвращении инсультов, фрукты могут быть ещё и лучшим защитником. Но влияет ли форма изготовления на свойства фруктов до сих пор было неизвестно. Исследование показало, что необработанные продукты, в основном яблоки и апельсины, превосходят по своим свойствам переработанную продукцию, когда речь идёт об апельсиновом и яблочном соках. Неудивительно, что весь плод лучше, чем фруктовый сок. А как насчёт цельноконсервированных фруктов? Диетические рекомендации поощряли любые фрукты – свежие, замороженные и консервированные. Пока несколько исследований не изучили эффект консервированных фруктов на здоровье человека. Консервированные фрукты, похоже, не в состоянии дать людям возможность жить дольше. На самом деле, переходя от свежих или сушёных фруктов на консервированные фрукты, может даже сократить вашу жизнь. Поэтому, возможно, диетические рекомендации должны даваться в пользу свежих замороженных и сушёных фруктов, а не консервированных. В чём же разница? Там нет больше свинца, но там VRA-пластик, используемый во внутренней оболочке большинства банок, который может попадать в пищу и может негативно сказываться на некоторых полезных свойствах фруктов. В последнее время с уровнем содержания этого химического вещества в крови было обнаружено утолщение стенок артерий, связанных с мозгом у некоторых молодых людей. Консервированные фрукты часто находятся в сиропе с добавлением сахара, и процесс консервирования может уменьшить некоторые питательные вещества и даже потенциально уничтожить от 20 до 40% фенольных фитонутриентов и около половины витамина С. Как вы знаете, одним из главных полезных свойств цитрусовых, в частности защищающих от инсульта, является витамин С. Чем больше витамина С в нашем рационе, тем ниже риск инсульта, и чем больше витамина С в нашей крови, тем ниже риск возникновения инсульта. Но как же витамин С попадает в нашу кровь? Для этого необходимо есть много здоровых продуктов. Цитрусовых, тропических фруктов, брокколи и сладкий перец. Таким образом, наблюдаемый эффект витамина С на сокращение инсульта может быть устоявшимся для конкретных продуктов, которые снижают риск инсульта. Как мы могли это определить? Ну, мы могли бы просто дать людям только таблетки с витамином С, для того, чтобы увидеть, как они работают. Но они не работают. Цитрусовые имеют все виды других соединений, связанных с более низким риском развития инсульта. Цельное больше, чем сумма его частей. Вы не можете уместить мать-природу в таблетку. Например, история недостатки бета-каротина. Десятки исследований показали, что люди, которые ели больше продуктов, богатых бета-каротином, таких как зелье, несладкий картофель и, следовательно, большее количество бета-каротина циркулировало в их системе, имели более низкий риск развития рака. Но сколько денег мы можем заработать, продавая морковь? Таким образом, людям пытаются навязать таблетки с бета-каротином, которые не только не работают, но и, возможно, даже могут быть причиной большей вероятностью развития рака. Так что я предлагаю Национальному институту исследования рака заключить очевидное – производить не таблетки. Но нет, всё не так просто для исследователей. Они должны сначала постараться достичь более низких доз, или, может быть, использовать таблетки с альфа-каротином, или таблетки с другими фитохимическими соединениями или несколькими комбинациями. В конце концов, вполне вероятно, что ни общественность, ни научное сообщество не будут удовлетворены рекомендациями, касающихся исключительно цельных продуктов.